что перекопали на ниша слышу что-то скреп 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 тоже как-то что-то подзабыл я не понимаю что у меня скреп 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 все время звуки задает но Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Видим, что вот, кстати, да, все линии, почему-то 500 кВт, они сейчас теперь, вот, в современном исполнении, они делят, выполняются в таких вот виде трех отдельных стоек. Ну, наверное, какие-то нормативы, безопасность или еще что-то, но они вот практически везде выполняются именно так. А вот в таком едином стиле, ну, на самом деле, практически не попадаются. И вот еще одна опора, тоже обратите внимание, то, что стоит прямо в створе дороги, естественно, это, конечно же, мешало строителям. А теперь это не мешает, и активно пошли работы по возведению именно самой основы дороги. Здесь вот у нас такая дорожка идет, видите, не перекопанная. Скорее всего, здесь какая-то коммуникация идет, водопонижение, наверное, будут делать. Здесь раньше проходила железная дорога, только было такое вот ответвление, вот, большой окружной железной дороги, прям видно, там так и по прямой идет. Ну, если по лесу полосе посмотреть, и чуть-чуть там прям сворачивает ближе к БМО, так называемой, мне так проще, на самом деле, сокращать. То есть, БМО, большая окружная железная дорога. Вот, и мы с вами приближаемся как раз через путепровод, через ту самую большую московскую окружную железную дорогу. И, на самом деле, это удивительно, потому что я помню, да, у нас съемка слева в левом нижнем углу от декабря 2021 года. Вы помните, что у меня была поездка от компании «Автодор» в конце февраля этого года, уже 22-го. И там, да, виднелись опоры, но металлических элементов самой конструкции еще не было. Более того, никаких временных опор не было, ничего. То есть, да, какой большой прогресс, это значит, что в ближайшее время, скорее всего, приступит к накидке уже над железной дорогой металлических элементов самого путепровода. Это не может не рада. Также, вот видите, у нас каток укатывает песчаное покрытие. Скорее всего, здесь был газопровод, судя по всему. Судя по меткам, да, тоже мешался, скорее всего, возведению трассы. И дальше мы уже видим такие вот горы. Это у нас склад инертных материалов, а то, когда я говорил сыпучий, они говорили, что это неправильно, которые используются в возведении основания трассы. И вот можно посмотреть, у нас, на самом деле, в этом году обильная была достаточно зима. И много где нам будет попадаться прям. И так-то здесь болотистая местность, на самом деле, была. А тут прям очень водонасыщенная. И были определенные проблемы. Да, мне, кстати, на самом деле даже в марте месяц просили приехать под Покров, да, и поснимать, как там всю дорогу подтопило. То есть даже вся строящаяся дорога была под водой. Сразу куча вопросов, а как это будет, когда ее построят. Ну, смотрите, еще не все дренажи были запущены в эксплуатацию, да. Система водопонижения, это еще было не установлено. Поэтому, конечно же, могли быть какие-то подтопления. От этого никак не деться. Поводок есть поводок. Ничего такого. Вот обратите внимание, да, даже сейчас вот мы с вами летим. И вот справа виднеются такие, как, на самом деле, колодцы такие, да. То есть это вот система сбора влаги и, ну, так называемого водопонижения. Чтобы это уже убирать в локальные очистные сооружения. Я их называю сокращенно ЛОСы, да, ЛОС. И уже потом сбрасывать куда-то. Но, опять же, если эта система не подключена, не работает, естественно, будет воды очень много. Кстати, вот еще, видите, к одному месту приближаемся, где достаточно много воды. Ну и, в принципе, видно, что, да, вот левее у нас березки стоят в таком, как бы, прям подболотистой местности. И помним, на самом деле, если вы в том году видели, когда я снимал тот участок еще на 2 мая, то было видно, что, да, здесь прям очень много воды. И это очень сильно заметно и мешало строителям. Но, тем не менее, видите, прогресс достаточно большой. И самое главное, что работы ведутся. И, кстати, вон самосвал огромный, трехвостный. Это у нас Вольво, сломающийся такой, типа, рамой. Она там поворотная в разные стороны. Очень, на самом деле, классная штука. Вот тут, видать, какая-то местная речушка. Или ручей, скорее всего, который будет заключен в трубу. Двигаемся с вами дальше. Здесь, слева у нас, по-моему, был подъезд, подвоз песка из песчаного карьера. А справа, где вот Вурблен лес, здесь, по-моему, то ли какая-то коммуникация была, но не газ. То ли именно, ну, телефона какая-то, сеть подземная. Что-то такое помню, потому что я примерно в этом месте как раз проезжал. И помню, много-много было меток. И причем это был точно не газ. Вот, и чуть дальше, линии воздушной электропередачи, ну, местного, скажем так, значения, далеко там не 500 кВт, в отличие от тех, что идут у нас левее от нас, да. Тоже вот, видите, ну, их, на самом деле, еще тогда, год назад, переставляли, потому что они тут были достаточно низко. Но уже это ничего не мешает. Что, конечно же, не может не радовать. И вот мы уже видим, на самом деле, путепровод через дорогу, которая вот налево, это если поехать, у нас будет трасса М7. А направо, если ехать по достаточно хорошему качеству асфальтового покрытия, это мы приедем в поселок Городище. Вот он чуть-чуть правее относится. Вот не те домики, которые справа, там совсем правее он находится. Вот так вот это выглядело, опять же, в декабре 2021 года, если вы посмотрите в левый нижний угол экрана. То есть здесь были только жалкие намеки на... Ну, да, на основании насыпи, да, и на основании устоев. Дальше мы приближаемся с вами к пересечению реки Киржач. Здесь видны уже опоры под балки, да, самого мостового перехода. Причем еще вот только подхода, да. А сам мостовой переход будет выполнен, я так понимаю, в металле. Как раз мы на противоположной стороне наблюдаем стапель, на котором уже идет сборка пролета. Но околорусловые опоры, еще видите, не готовы. Они только в шпунте, еще-то пока только виднеет с основания для будущего бетонирования. А в конце февраля мы еще только видели, как вдавливаются сваи, специально такой сваи вдавливающей машиной. Я сказал, что она уникальная, а потом мне кто-то в комментариях написал, что их опять, то ли, ну, китайского производства, то ли 5 штук, то ли 10 штук по России. Так что много где они есть, и где-то уже даже стоят без дела. Вот очередной путепровод через местную дорогу. Мы видели, на самом деле, это на схеме. Для того, чтобы можно было доехать там до Молоково, по-моему, деревня справа. Ну и чтобы соединение было у различных СНТ, потому что дальше следующий путепровод будет, по-моему, уже ближе к железной дороге. Ну, может быть, не факт, но, по-моему, да, потому что там чуть-чуть впереди будет еще одна дорога местного значения для СНТ. И я так понимаю, что такой вот поперечной связи уже не будет. То есть надо будет доезжать именно до сюда. Здесь я решил, на самом деле, не ускорять. Кстати, еще, да, вот обратите внимание, слева у нас виднеется такие вот канализационные, как люки. Да, это тоже система водопонижения. Но опять же защита для того, чтобы не разрушала сама насыпь. Кстати, если по М4 трассе Дон ехать, да, тоже много, где можно наблюдать или там по М11 по той же самой. И вы, если едете не на насыпи, а в выемке, то есть когда вы едете по насыпи, вы не замечаете эти устройства. Когда вы едете по выемке, видно, что по краям выемки стоят такие вот как раз, как колодца. Это вот так и называемая, ну, система, которая не позволяет склону сойти, да, и держится. То есть, ну, водосбор, скажем так, в том числе грунтовых вод и защита там от того, чтобы дождевая вода, если будет сильный ливень, чтобы все это не смыло. Конечно же, кто-нибудь из специалистов, которые занимаются непосредственно строительством, меня сейчас поправят. Но я на самом деле рассказываю, как вот обыватель, чтобы это было понятно простому пользователю, чтобы он понимал вообще, что это за система, как это происходит. А вот как раз-таки дорога местного значения. Налево у нас, по-моему, какое-то СНТ, я не помню название. А смотри-ка, тут они какую-то трубу туда, это самое. Здесь, наверное, все-таки они что-то сделают, да. Сгорейся здесь будет что-то типа зверопроход, да. Шпунт, да, они запихивают шпунт, и значит, наверное, что-то все-таки здесь сделают, построят. То есть будет какое-то, не знаю, там, как проезд для сельской техники, либо просто для соединения. То есть все-таки какое-то сооружение здесь будет. Ну, здорово. Здорово, потому что по схеме, по-моему, которую мы вначале с вами смотрели, она, конечно же, может быть немножко устаревшая, да. Я не спорю. Но вот она такая, знаете, более понятная, с надписями основными. Да, я ее нашел там на сайте robots.ru, но, тем не менее, она, вот, мне кажется, более подробная, чем, например, другие какие-то схемы, либо совсем схематичная. О, кстати, пожалуйста, вот уже укладывают асфальто-бетонное покрытие, причем даже, по-моему, укладывают второй слой. Всего их три. Соответственно, самый первый, он самый толстый, потом чуть-чуть потоньше, и уже изнашиваемый, который, по которому будут контактировать, с которым будут контактировать уже машины при постоянной эксплуатации. Ну, конечно же, и по второму слою много кто будет ездить, но по факту, что есть, то есть. Здесь у нас перед Покровом линия высоковольтной электропередачи уходит резко влево, вот под таким углом. И, кстати, они там трассу М7 тоже под таким углом пересекают. И примерно где-то здесь очень близко будет проходить высокоскоростная магистраль, железнодорожная, когда-нибудь, когда-нибудь. И пойдет насквозь, вот там вдалеке виднеется озера, на самом деле, летние озера, а бывшие карьеры. И вот где-то вот прямо сквозь карьер пойдет высокоскоростная железнодорожная магистраль когда-нибудь. У нас теперь даже до Питера теперь непонятно, какая вообще построят. Возьмутся, залезают, а все говорят, что это невыгодно, неинтересно, есть самолеты. Ну, наверное, учитывая, что Сапсан, в принципе, может без остановок проехать где-то за 3 часа, там, 40 минут, там, 3.35 утренний самый, да, то, ну, почему бы и нет, наверное, пока действительно актуальности нет. Потому что либо надо, как в Китае, строить сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, прям сразу резко ее развивать. А так вот построить между Москвой и Питером, чтобы это было как аттракцион в виде монорельса на постоянном балансе города. Ну, вот, да, в Москве, ну, наверное, не такое. Вот обратите внимание, да, опять же, система водопонижения. Здесь она выглядит, применяется с двух сторон. Потому что здесь тоже очень болотистой местности. Вот, посмотреть, какой он там прям канал и сколько там в нем воды. И вот справа лес, если вы видите отблески воды, он прям весь в воде стоит. До сих пор, то есть до сих пор, еще все никак уровень воды здесь не упадет. Ну, естественно, конечно же, тут будет насыпь, потому что мы приближаемся с вами к первому пересечению в виде путепровода через Горьковское направление Московской железной дороги. Ну, или... Если прям совсем так получше сказать, то направление на Владимир, то тоже мне тут ругали, что ай-яй-яй. Это не Горьковское направление. Ну, окей, Владимирское. Хорошо, пускай будет Владимирское. Ну, вот здесь тоже путепровод. Учитывая, что мы здесь пересекаем дорогу местного значения, причем она тут частично где-то идет асфальтовая, разбитый асфальт. Где-то она идет грунтовая, вот как здесь как раз. Но, тем не менее, можно с стороны поселка-городище доехать вот до сюда без проблем. Вот слева я, опять же, включил вам, как это выглядело 28 декабря 2021 года. Тут не было абсолютно ничего. А сейчас тут уже виднеет сустои. В конце февраля здесь только сбивали свая, на самом деле. Только-только сбивали свая. А тут, пожалуйста, уже подошли непосредственно к железнодорожному полотну. Тоже с военной поля уже практически готово. Да, пришлось клеечку сделать. И мы продолжаем с вами движение. То есть, заметный прогресс. То есть, работы ведутся. И вот обратите внимание, какой высоты была насыпь тогда зимой. И насколько выросла она уже сейчас. Более того, там уже наблюдается и первый асфальт. А это у нас в виде такого развлечения. На самом деле, мы в феврале месяце здесь тоже проезжали. Через вот этот вот. Я, конечно, не призываю всем там резко ехать туда и проезжать. Но заодно немножко по другим углом посмотреть на возведение, да, основание, то есть фундамента для опор будущего путепровода. Ну и посмотреть, как мы лихо проскочили. На Паджирике четвертом на самом деле это проще делается. Это, блин, не Тигуан, не Нива какая-нибудь. Просто все, можно сказать, играючи. Ну и так, в качестве развлечения, учитывая, что все равно, в принципе, мы особо ничего не теряем. Значит, да, тут уже виден асфальт. Это, кстати, все к тому, что разговоры идут о том, что дорогу будут открывать этапами. То есть, первое, то, что откроют, это мы с вами уже с вами посмотрели. Нулевой этап от Скада до обхода Орехова-Зуева. И второй кусок это обход города Владимир. То есть, второй этап должны запустить от развязки с трассой М7 и до развязки с дорогой на Муром и дорогой на Гусь-Хруст-Сталь. Кстати, тоже, видите, опоры под путепровод мест назначения уже готов. Я думаю, что в ближайшее время накинут балки и до конца года спокойно можно доделать. Значит, дальше у нас тоже виднеется асфальтовое покрытие. Это тоже не может не радовать. Опять же, повторюсь, здесь у нас будет по две полосы в каждом направлении. Освещение у нас вроде все-таки как опыт трассы М11 подсказал, что освещение лучше делать все-таки по краям и не по центру. И не стоит экономить на мачтах освещения и обслуживать их чуть проще. Ну и есть еще один нюанс. Я так понимаю, что на всем протяжении практически межбарьерное ограждение будет все-таки не металлическое, а железобетонное монолитной конструкции и из, ну, я так понимаю, готовых каких-то кусочков. Да, то есть, такие в виде захваток будут делаться потихонечку, да, чтобы он был мобильный. Может быть, кому-то не нравится, может быть, это хуже, но, я так понимаю, в целях экономии. То есть, металлический барьер, он еще, помимо всего прочего, еще и дорог. И если по бокам, скорее всего, с края будет стоять именно металлический барьер, да, чтобы для превращения прокидывания в кювет, то посередине межбарьерное, ну, меж встречных, чтобы не было выезда на встречную полосу, то есть, барьер будет делаться как на Каде железобетонный. Наверное, это все-таки лучше. Кстати, знаете, я вот ездил по М11 и по Ацкаду, вот там, где третий этап Ацкада, мне больше нравится, где он все-таки бетонный. Но зимой есть нюансы и при левых поворотах и при правах тоже. То есть, все равно инстинктивно ты боишься приближаться близко к железобетонному объекту, тем более, если яркое солнце, например, он очень светлый, держаться к разметке. Но, во-первых, у нас не надо ездить всегда в левом ряду за городом, да, это такой момент. А второе, ну, надо все-таки как-то набираться опыта и ездить. Если, в принципе, спокойно ехать там 100 или там 90 км в час, то, в принципе, ничего такого. Кстати, вот опять же, обратите внимание, как вот пойменная часть реки Клязьма здесь разливается, какие тут прям, можно сказать, чуть ли не отдельные реки, то есть, да, старые русла реки. И вот далее мы с вами наблюдаем, что опять устанавливают шпунтовое заграждение для того, чтобы сделать, скорее всего, основание под какое-то вот соединение, да, то есть, вот справа подходит, очень близко видно, что вот такая заводь, и слева она тоже есть. Я так понимаю, что между ними все-таки должно быть соединение, и по этой причине вот производится работа для того, чтобы сделать ну, либо мост, либо как минимум какую-то водопропускную, может быть, там трубу, либо основание. Ну, либо, опять же, более, значит, люди мне поправят, что это, но просто видно, что оставили специальный кусок дороги, ничего там не делают, насыпь не отсыпают, никакие коммуникации не проводят, да, как вот опять же, вот эти колодцы вдоль насыпи, и какие-то работы и какие-то работы по шпунтованию. Шпунтов обычно делаются для того, чтобы вынуть грунт изнутри, сделать армокаркас, либо сделать ну, забивку свай и сделать какое-то основание под какое-то, какое-либо сооружение, либо там зверопроход, либо проезд для сихоз техники, либо какой-то мостовой переход небольшой. Опять же, хочу повториться, что самое, что здесь заметно, это уже виднеется асфальт на многих участках, и в принципе, если так попробовать, то может быть, даже если повезет, то может быть, все-таки в начале следующего года, может быть, там к весне, все-таки этот участок ну, точно достроят. На самом деле, очень интересно, что там творится на третьем этапе, прям очень хочешь туда попасть. Надеюсь, что в этом месяце, ну, или хотя бы в июле мне удастся туда попасть. А ведь, помните, были времена, когда удавалось ездить туда чуть ли не каждый месяц, или хотя бы каждые два месяца, но сейчас, видите, немножко сложнее. Стало вот тоже пропускные трубы, здесь тоже будет какое-то основание. Вот у нас здесь будет путепровод, его опора уже виднеется, и также железобетонные балки уже лежат для этого путепровода. Еще вот одной опоры, видите, не хватает для дороги местного значения. Именно здесь как раз потапливал дорогу целиком все. И вот предлагаю сравнить мостовой переход через реку Вольга, как это выглядело 28 декабря 2021 года, и как выглядит это в наши дни, получается в июне месяце. Даже, видите, рабочий мост был не готов, его только-только сооружали, а сейчас он и готов. Уже даже первую партию балок накинули, осталась вторая, и еще немножко стоит строить, и в принципе все будет готово. Мне показалось, что такой формат более удобный, когда можно из старого что-то там вставить. Единственное, что по длительности монтаж из-за этого занимает чуть больше времени. Надеюсь, это все-таки понравится. Да, это, конечно, не компьютерная графика, которую можно было бы еще наложить, но это займет по времени еще больше. Значит, как только мы с вами пересечем трассу М7, у нас там будут участки уже проходить прямо совсем в диких лесах, и там будут у нас ускорения, в том числе там в 3-4 раза, для того, чтобы все-таки видео у нас занимало не 2,5 часа, хотя бы какое-то вменяемое количество времени. Так что готовьтесь, сейчас мы с вами до трассы М7 полетим без каких-либо ускорений для более половиной картинки, ну и в принципе здесь есть о чем рассказать практически на каждом километре, а дальше же мы пойдем с вами с ускорениями. Тоже здесь виднеется слева, да, что болотистая достаточно местность, много воды, она все никак никуда не уйдет, и мы приближаемся с вами к путепроводу через Горьковское направление, Москос, к железнодороге либо Владимирское направление, и вот обратите внимание, чтобы в конце декабря тут не было ничего, даже еще лес был не полностью убран, и какие-то зачатки строительного городка, больше ничего, сейчас уже виднеется устои, видно шпунтовое, нет, не шпунтовое, да, шпунтовое заграждение под опоры около железнодороги, и даже вот свайное поле под устой, который будет, и вот еще у нас, видите, своя забивочная машина стоит, скорее всего, еще что-то будет сбивать, чуть правее там платформа, боюсь сказать, какой-то сто какой-то километр, правее виднеется, кстати, как раз я сейчас на ней нахожусь, но это если вы посмотрите дополнительный материал, вот даже там встретили электричку, было очень даже забавно, и вот так вот это выглядело, тоже, видите, как в виде развлекательного контента, пока мы с вами летим, слева можно понаблюдать, как раз эта электричка, у меня есть ее прибытие и отправление, снятые на экшн-камерах, которые любезно предоставил Александр Сфайрат, за что ему большое спасибо, если он этот ролик будет смотреть вместе с комментариями, ну вот, огромное тебе спасибо, хотя, наверное, я благодарности напишу и обязательно в описании, видите, немножко другая точка зрения на тот же самый путепровод, который мы с вами недавно пересекли, мне кажется, что это тоже такой формат достаточно интересный, там у нас левее, это тоже у нас карьеры, в том числе с того карьера использовались материалы для строительства данной дороги, трассы М-12, и вдалеке, рядом с населенным пунктом Омутище, нас ожидает МФЗ, мы вместе с ребятами из телеграм-чата, кстати, к которому можно в любой момент присоединиться, также можно присоединиться к каналу Дзен, это вообще желательно, если у вас есть Дзен, либо есть какая-то регистрация на Яндексе, просто зайдите, хотя бы как минимум подпишитесь, уж не заставляю прям там смотреть, потому что хотелось бы, не очень удобная платформа, честно могу сказать, но что-то как-то приходится развивать по альтернативе, более того, что, наверное, Инстаграм будет постепенно забрасываться, просто нет времени каждый раз с этими VPN-ми заморачиваться. Так вот, МФЗ, мы в чате как-то вроде выяснили, что, да, все вместе, что МФЗ это многофункциональная зона, где, помимо, значит, газовых заправок, заправок топливных, и заправки должны быть электрические обязательно, все-таки за это будущее, также должны быть обязательно какие-то там ресторанчики, кафешки и зона отдыха обязательно с детскими площадками, то есть, если вы едете, например, да, одно дело, если ехать от Москвы и совершенно другое дело, если ехать, например, там, опять же, да, разговор о, да кто поет с Краснодара в Казани, поверьте, поедут, или с того же самого Санкт-Петербурга, ведь, в принципе, на это расчет идет, да, то есть, вы едете по М11, если вы едете на легком автомобиле, вы не сворачиваете даже на ЦКат, хотя можно, в принципе, на ЦКат свернуть, проехать, да, можете проехать прям насквозь через Москву, то есть, проехать по Северо-Восточной Хорде, спокойненько выехать на М12, ну, давайте, мы не будем вспоминать сейчас петлю на Андроновке, давайте без этого пока, да, там есть все и косяки, но, нас сейчас тем не про это, и вы выезжаете на трассу М12, едете, если вы едете из Санкт-Петербурга, конечно, должны быть, должно быть много остановок, чтобы можно было просто остановиться, отдохнуть, перекусить, не знаю, заправиться, просто, не знаю, размяться, не знаю, посидеть просто, водички попить, и вот это вот достаточно большой, такой МФЗ, то есть, первые мы, если помним, да, это у нас нулевой этап, практически сразу после Некрасовки, ну, практически сразу, на повороте, да, раньше там должна была быть система оплаты, барьерная, а здесь вот она, вот видите, такая прям совсем большая, прям, прям, я бы сказала, огромная, то есть, вот слева и справа, они симметричны, относительно друг друга, и тут прям, вот, скажем так, все по-серьезному, главное, чтобы эти системы, и вот эти многофункционные зоны, развивались, ну, может быть, не сразу прям все, а хотя бы, хотя бы заправки, минимум, минимум, потому что, конечно, очень рассчитать будет сложно, причем, заправки, вот, очень нужны будут, как раз, в глухих местах, типа, четвертого этапа, потому что, вот там вообще жесть, если еще в Муроме, можно там найти заправку, ну, заправки, какие-то более-менее, да, и, чисто теоретически, от Москвы до Мурома, можно доскочить, и, допустим, съехать, да, с той же самой М-12, например, съезжать бы не захотелось, то вот там дальше глушь, глушь такая, ух, болото, дебри, и вообще ничего, не души, какие там нафиг заправки, вот, кстати, путепровод, местные дороги, которые справа будут упираться, сразу же, в переезд, железную дорогу, ну, опоры, в высокой степени готовности, даже металлический пролет, частично, уже лежит, и пока тут временно, такое движение, по гравиной дороге, здесь у нас тоже, в свое время, очень сильно активно рекламировали, в конце того года, здесь уложили один из первых, слоев асфальта, асфальтобетонного покрытия, ну, ничего такого, поэтому он здесь такого серого цвета, хотя цвет еще зависит, асфальт, от степени его запыленности, хотя, ну, в любом случае, пока асфальт свежий, он так не запылится, потому что, битумное вяжущее, все равно, даст о себе, знать, и вот очень странно, какие-то такие следы, как будто, вот что-то тут размывают, вроде, похоже, как, знаете, когда демонтируют дорогу, технологическую, но вроде, как бы, и не совсем похоже, очень странно, а, это не размывает, это же такая насыпь, получается, это, скорее всего, слой, на котором будут, травку зеленую, высаживать, скорее всего, это для нее, скорее всего, такое вот основание, но дальше, кстати, да, если присмотреться, видно, что технологическая дорожка такая, она уже вроде есть, а вроде нет, я так понимаю, что все, в основном, уже гоняют по основному ходу, строители, хотя, в принципе, строительная часть закончилась, здесь основные работы происходят сейчас, на пересечении страссы М7, на возведении путепровода, хотя, на самом деле, сейчас мы с вами прилетим, и немножко там, у меня было удивление, потому что, ну, еще в феврале, там даже, по-моему, еще ни одной балки не накинули, а сейчас там все накинуто, ну, ребят, молодцы, хотя и прошло, получается, два месяца, но на месте не стоят, то есть, да, идет строительство, это не может не радовать, здесь у нас сейчас будет склеечка, потому что, до сюда я долетел, вот от той платформы, сто там какой-то километр, именно до сюда, и дальше у меня уже связь стала теряться, это примерно, по-моему, пять с чем-то, или там около шести километров, из-за того, что дорога делает все-таки поворот, да, получается такое, то не совсем прямая видимость, а подниматься там на больше, чем там 100 метров, что-то не очень хотелось, поэтому здесь сейчас у нас будет склеечка, и мы продолжим с вами движение, причем, видите, солнышко вышло, сразу такие цвета, мне потом пришлось лезть в меню, на самом деле, и поправлять экспозицию, потому что, ну, очень местами ярко, вот, особенно вот основание технологической дороги, я прям играю вот эту пыль, он прям очень ярко, и вот у нас уже виднеется, на самом деле, трасса М7, налево у нас, соответственно, это Москва, если вдруг кто-то не сориентировался направо, это у нас в сторону Владимира, ну, Нижний Новгород, и так далее, здесь у нас такая развязка, нехитрой формы, то есть, мы можем здесь с М12, двигаться из Москвы, свернуть в сторону Покрова, то есть, мы сразу съезжаем направо, либо двигаемся дальше, соответственно, если мы едем по М12, из Владимира, то здесь тоже будет съезд, на бесплатную М7, но если вдруг нам нужно, какие-то населенные пункты, которые вот по трассе будут, и, соответственно, будет два заезда, то есть, можно с М7 повернуть, также, да, на М12 в сторону города Владимир, если мы не хотим через Покров ехать, через Петушки, и, конечно же, будет заезд, если мы едем из Покрова, на трассу М12, вот такая же петелька будет, она даже сейчас просматривается, чтобы можно было уехать в сторону Москвы, по платной трассе, и добраться быстрее, вот обратите внимание, что, вот как выглядело в 28 декабря, то есть, только-только еще свая забивались, еще не все, а сейчас перекинуты через основной ход все балки, и начинается процесс замоноличивания, да, целиком, балки соединяются воедино, и как вот единая монолитная конструкция получается, да, да, там вот тот самый белый автомобиль, товарищ Сергей, который любезно согласился мне помочь, очень ждал, на самом деле, когда он сможет это сделать, и, наконец-то, это свершилось, вот только осталось его говорить, поехать со мной на третий этап, Сережа, если ты меня слышишь, если ты будешь еще этот ролик смотреть, ты будешь его смотреть, может быть не сразу, как он выйдет, ты будешь смотреть, я просто не знаю, на кого еще надеяться, конечно, можно опять на Тиге, боюсь, где-нибудь я его там, наверное, утаплю на четвертом этапе, надо еще третий снять, и нас сейчас ожидает еще одна, очень интересная вещь, место, тут будет тоже обязательно вставочка, если помните, в том году очень многие спрашивали, что будет делать с тем домом, который, ну, я не знаю, каким-то чудом, ему согласовали постройку дома прямо посередине трассы, то ли трасса потом поменяла свое направление, хотя на самом деле, опять же, та же самая трасса высокоскоростной магистрали, железнодорожная, правда, левее идет, сильно левее здесь, но тем не менее, примерно в том же створе, и как так получилось, непонятно, в общем, где вот сейчас раскатывают новый песок, видно, да, вот асфальт идет, идет, прерывается, потом песок, и дальше опять песок, так вот, в декабре прошлого года, 28 декабря, этот домик еще был на месте, вот можете сейчас ориентироваться по правому углу, уже построенных, вот, 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 прямо здесь был домик, как раз где кучка песка, больше домика нет, все, ну, я так полагаю, что не просто так его снесли, либо по решению суда, либо по договоренности сторон, тут уж я не знаю, и не уверен, что у кого-то из смотревших есть более подробная информация, а у строителей, честно говоря, даже в феврале месяце, когда был у нас такой, первый автопробег вдоль трассы М12, мне как-то ни в голову не приходило, спросить как что, потому что занимаются-то обычно другие отделы, а не сами строители, вдалеке у нас виднеется справа, основной, можно сказать, строительный городок, этот участок у нас строит компания СТГ, строит трансгаз, является генеральным подрядчиком, заказчик у нас, естественно, конечно компания Автодор, и вот основная база у них здесь, потому что база, например, второго этапа, она находится, грубо говоря, посередине второго этапа, там, ближе к Колокше, на самом деле, ближе к развязке с трассой М7, ну да не важно, тут не особо никакие явки не пароли, просто основной строительный городок находится здесь, да ведь многие же работают строительным вахтовым методом, как мне рассказали извне, это примерно по 15 дней, то есть, потому что почему-то обывательно, на самом деле думали, что это по 30 дней, то есть по месяцу, месяц работаешь, месяц отдыхаешь, не, по 15 дней вахта, да, получается без выходных, но 15 дней, а потом 15 дней отдыхаешь, ну, наверное, наверное, это удобно, я могу сказать, что да, график 5.2, я бы, наверное, с ума сошел, но если вдруг, когда-то придется, значит придется, в общем, вот у нас строительный городок, мы на него особо не застряем внимание, потому что, ну, ну, строительный городок, мы продолжаем движение дальше, вот такие вот замечательные маркеры, у нас на линии, высоковольтных, линии электропередачи, воздушных линий, электропередачи 500 кВ, мы снова к ним вернулись, уже после города Покров, и приближаемся к первому, не к первому, а к еще одному искусственному сооружению, вот справа дорога идет, на самом деле, прямо из петушков, в какие-то там, вот населенные пункты левее, нет, не из петушков, это еще не из петушков, из петушков, по-моему, чуть-чуть подальше, да, из петушков чуть-чуть подальше, это попозже немножко, но, тем не менее, да, есть такой подъезд, но очень странно, то, что опорами, вот, занялись только сейчас, вот, как будто немножко отстают ребятки, то есть, видно только вот, свайное поле, да, и вот только-только-только сейчас будет делаться, делаться фундамент для основания опор, для, вот, местного путепровода, ну да ладно, в принципе, всегда можно наверстать упущенное, мы с вами прекрасно помним, как открывался ЦКАД, четвертый, ну, правда, там недоделок был ужас, год допиливали, да и сейчас, по-моему, допиливают, да, временами, можете написать в комментариях, если замечали, я просто под ЦКАД 4 давно не ездил, ну, последний раз зимой, и ЦКАД 3-5, соединение ЦКАДа 5 и ЦКАДа 3, вот там тоже, путепровод не балок, только-только вот появились опоры, потом за 10 дней прям тих-тих-тих-тих-тих-тих, все, поехали, прикольно, я, честно говоря, был тогда в полном шоке, я, конечно, снимал там тот участок, на, ну, в снегопад, в очень сильный, обильный, был, потому что в полном шоке, вот, кстати, опять же, смотрите, здесь, вот я точно помню в том году, где-то посередине, вот этой длинной прямой, здесь был просто буераки, куча каких-то корней, потому что деревья, ну, лесоповал, скажем так, уже весь вывезли, да, стволы деревьев на продажу, и тут была какая-то болотина, непроходимый, просто, просто жесть, пожалуйста, уже асфальт, как так, непонятно, но, ребята работают быстро, молодцы, это не может не радовать, вот, слева, видите, канавку такую специально сделали, чтобы тоже вода не собиралась, но, я думаю, что, здесь, с водопонижением, особо проблем не будет, ну, и, кстати, технологичка достаточно такая, прочная, единственное, что для меня было удивлением, то, что для того, чтобы сохранить профиль трассы, здесь чуть дальше, дорога идет в выемке, и, так получается, что с высоты, вот, выемка, она не очень явно виднеется, то есть, когда она уже будет, да, там, отсыпана специальным грунтом, да, в котором, на котором будет расти, да, там, травка вот эта, да, когда будут видны вот эти углы, либо, когда солнце будет невысоко, а где-то как-то сбоку, да, там, ближе к горизонту, то это будет заметно, а сейчас, да, обратите внимание, что сейчас дорога идет, 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 пока она еще на насыпи, вот точно, здесь прям болотина такая была, вот справа вот эти буераки, просто, просто жесть, там, вот дальше было просто непролазное вообще болото, а вот там, где дорога идет в полях, и дело такую S-образную, да, форму, там вообще в поле еще ничего не было, но вы можете, на самом деле, зайти в плейлист, если вы смотрите на ютубе, в плейлист трассы М-12 строительства, и посмотреть ролики просто, там, прошлого года, почему здесь трасса делает такой изгиб, они по прямой идет, потому что на самом деле она делает поворот направо, потом план поворот налево, потом опять поворот направо, в принципе, логично, ты по прямой бахни и все, ну, в принципе, и опять же, не надо кучу лэб вот этих было переставлять, там, налево, направо, направо, налево, ну, вот она тоже, да, по прямой шла и шла в сторону Владимира, нет, во-первых, там за лэб чуть дальше, СНТ Балино, находится, да, и его просто так не обойдешь, это первый момент, а второй момент, определенно должно быть удаление, то есть там не менее, по-моему, 150 метров, даже если есть шумозащитный кран, вот такие высокие скоростные трассы, ну, скоростные трассы должны находиться от каких-то там населенных пунктов, соответственно, она так по этому краю идет, да, то есть у нас справа есть, и скорее всего, здесь везде будет шумозащитный кран, по правой стороне, вот, кстати, здесь вот, обратите внимание, здесь выемка, если вот как-то, да, вот, что вот не плоско, да, вот видно, что здесь выемка идет, потом опять дорога уходит на нас, и здесь, естественно, идет водопропускная труба, здесь какой-то ручей местный, и дальше уже идет, прям по полю, да, здесь линии электропередач перестраивали, и этой зимой, когда я в док-материалах, было, кстати, видно, что лэпы тоже стояли прям посреди дороги, из-за этого, соответственно, не, ну, не велось строительство, причем она стояла, как опора, вот обратите внимание, видите, вот есть отсыпанная часть, и есть потом, видно, что песочком досыпали, вот она, скорее всего, наверное, там эта опора стояла, но так по створу смотрю, очень похоже, дальше насыпь немножко поднимается, и мы приближаемся к еще одному путепроводу, местного значения, на самом деле, если вот справа, это мы точно едем, может точность путешков, там поворот около церквушки какого-то пруда, едем, 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 в итоге приезжаем сюда, и на самом деле, если дальше по этой дороге ехать, в свое время по главному, то в итоге выезжаешь потом в Пекше вообще, единственное, только что там крюк получается, такой хренелиард километров, скажем так, но забавно, на самом деле, вот слева этот СНТМ Балино, вот, естественно, здесь будет шумозащитный экран, и вот здесь я вспоминаю прошлый год, с не очень неадекватным человеком, который там у шлагбаума находится, в этом году, попивая чайок на своем рабочем месте, тоже, скажем так, не совсем адекватно себя повел человек, ну, ничего страшного, в принципе, нашлись понимающие люди, и, с другой стороны, удалось все-таки заехать, потому что, человек не хотел никак понимать, что, автодор, автодор, а сеттг, сеттг, две разные, как бы, вещи, и, скажем так, пропуска автодора, они не работают, для сеттгшников, он, типа, требует своего образца, ну, короче, такой, там, товарищ сидит, именно вот в этом месте, прям, отдельный мой респект, если ты это смотришь, большой тебе привет, может, в итоге, ты меня вспомнишь, и в прошлом году, и теперь еще и в этом, наверное, так что, общий привет, зла не держу, как бы, в принципе, не проблема, потому что, всегда можно, вдоль линии лэб, добраться туда, куда надо, единственный нюанс, мы с вами тут, получается, посмотрим, с большей высоты, чтобы, пересечь весь участок, на самом деле, я немножко не догадался, надо было через лесную дорогу просто выйти пешком и запустить дрон, какое-то дело в прошлом году, потому что в прошлом году здесь была вообще непроходимая часть, здесь технологическая дорога заканчивалась в том году, в июне, вот, опять же, видите, дорога опять делала такое С-образное, то есть, сейчас налево поворачивает, и вот направо, и вот она как направо поворачивала, все, там просто валили лес, то есть, там только еще вырубка шла, и только по частичным просекам было заметно, что вообще трасса пойдет именно в этом месте, сейчас понятное дело, что технологичка идет, она, правда, там тоже в двух местах прерывается, но тем не менее, вот, я чуть не догадался, мы, получается, уехали вот там в районе Лэб, вот правее, чуть-чуть там дальше, вот, и, соответственно, чтобы деревья нам не перегораживали, как бы получается, что проще было подняться на большую высоту, поэтому не обращайте внимания, сейчас у нас будет такой скачок большой, сразу на большую высоту, там, по-моему, около 160 метров или 150, просто предупреждать здание, и как раз вот у нас сейчас пойдут те участки, где у нас очень много будет леса, в принципе, для того, чтобы, ну, кто-то ходит по дороге, смотри-ка, в принципе, чтобы просто не затягивать процесс, да, лучше, конечно же, ускорить его там в три раза, но соответствующая пометка, я вам, конечно, словами все скажу, но и соответствующая пометка будет обязательно, конечно же, при монтаже, сейчас ждем вот переключения на вот, и вот сейчас мы уже пошли с ускорением в три раза, здесь, на самом деле, очень интересно, красиво получается, во-первых, с такой высоты видно дорогу аж далеко-далеко, куда она там идет в первый момент, в второй момент все-таки была облачная погода, не полностью ясное солнце, и видно, как плывут облака вместе с нами, то есть видно, что ветер попутный, кстати, ну, почти, да, то есть он чуть-чуть влево уходит, да, облачка, а нам надо прямо, но, в принципе, как бы, опять же, прикольно, ну, вот, опять же, вспоминая прошлый год, я могу сказать, что вот здесь заканчивалась, в принципе, дорога, и начинался просто, вот, лесоповал, больше здесь ничего не было, как ориентир могу сказать, вот слева деревья, деревушка, Ильино, она, по-моему, блин, я не буду никак ее называть, на самом деле, в материалах будет видно, как мы, Серега, там ездили, и вот там мы через поле, вот, на самом деле, мы там на поле тоже вставали, и оттуда спокойно можно, вот, таким образом, короче, долететь, не проблема, вот, но, по факту, там была, на самом деле, лесная дорога, естественно, сейчас выхода уже нету, идет она лесная дорога чуть-чуть подальше, там, где мы увидим сейчас твердое покрытие, оно еще пока выполнено, вот, с какого-то там щебня, ну, или такого, то есть, твердое покрытие, но еще не асфальт, и дальше у нас, как раз, мостовое сооружение, через реку, Большая Пекша, о, все, забыл, ну, через, или, нет, через Воршу, через, Большая Ворша, по-моему, да, 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 речка, по-моему, Большая Ворша, вот, вот здесь, вот, где-то, проходила лесная дорога, ну, уже не важно, и, кстати, где-то здесь, я тут пешком ходил, и видео снимал, именно, земли, то есть, видите, вот, дорога строится, тут, как раз, да, где у нас река, соответственно, это низина, опять же, с дрона немножко, это незаметно, а по факту, получается, что, вот так вот, кстати, да, это выглядело, в том году, можете сравнить, то есть, технологичка оттуда, она заканчивалась здесь, отсюда уже ничего не было, но это опять же так, для сравнения, чтобы было понятно, и никакой выемки не было, обратите внимание, то есть, была горка, а здесь уже, видите, уже нарисовалась выемка, то есть, стало понятно, что для того, чтобы сохранить профиль дороги, да, вот здесь сделали именно выемку, по этой причине, наверное, асфальт здесь не укладывался, а вот чуть дальше уже, видите, уже, это, по-моему, уже асфальт, такого темного цвета, хотя, на самом деле, я как-то попадал в том году, на втором этапе, сразу после моста, через реку Ворша, там, вот тоже, я с дрона смотрел, такой, о, темный, наверное, асфальт, выезжаю, а это просто такой, темного цвета, щебень был, хорошо укатанный, но нет, это все-таки асфальт, на щебень не похоже, да, первый слой, но асфальт, да, вот подложечка, и геотекстиль, но тут, на самом деле, не очень много осталось, кстати, не такой уж большой, блин, дольше мы сюда, Серега, добирались, на самом деле, тут у нас дорога делает левый поворот, потом правый, и мы как раз справа наблюдаем, в домике, это у нас Таратино, или Таратино, и уже река, Пекша, Речушка, или какая-то другая, не помню, вот как раз здесь, да, 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 здесь у нас клеечка, вот эта дорога, которая слева, это если бы мы поехали, вот по той предыдущей дороге, петляли, петляли, в итоге бы здесь, с вами, вышли, то есть направо, точно в Пекшу, но мы попадем, значит река тоже Пекша, вот обратите внимание, как выглядела, опять же, в левом нижнем углу, как выглядело это место, ровно год назад, ровно год назад, вот так вот, смотри, здесь уложен асфальт, первый слой, а год назад, здесь только, вот только порубили деревья, только-только, вот представьте, какой прогресс за год, если бы строили трассу М1 с такими темпами, это конечно было бы, но видите тоже, очень многое зависит от того, что, ну от прогресса строительной техники, да, то есть компания, понимая, что будут еще подряды, да, будут еще стройки, они покупают новое оборудование, да, они нанимают строителей, которых естественно людей не хватает, да, и на трассе М12, огромное количество, там около 20 тысяч людей работает, вообще на всей этой стройке, и понятное дело, что это размах совсем не тот, который был с той же самой трассой М1, потому что там один кусочек построили, перешли на другой, другой кусочек построили, перешли на третий, здесь такого неизвеста, прям взяли за всю трассу целиком, причем ее представитель правительства, сам мониторит, регулярно облеты совершает, то есть, ну, такая вот эпохальная стройка, как я не знаю, как Крымский мост, на самом деле, можно сравнить, тоже достаточно сложное инженерное сооружение было, и конечно же, если есть возможность построить ее быстрее, почему нет, и запустить, то есть, вообще, нам обещают, что мы поедем здесь в 23 году, уж я не знаю, в начале или в конце года, но, скорее всего, поедем, ну, честно говоря, знаете, вот сейчас такой думаешь, куда бы махнуть бы на выходные, если на машине, либо ты смотришь радиус 100 километров от Москвы, потому что, понимая пробки, фигобки и так далее, да, ну, там хорошо 150 километров от Москвы, ну, может быть 200, не дальше, либо ты смотришь Санкт-Петербург, 680 километров, но почему ты ее рассматриваешь, потому что есть красный отрас, ты выехал, ты знаешь, что при среднем 6,5-7,5 часов, ты на месте, да, это дорога, но если ты едешь вдвоем с сменным водителем, в принципе, это достаточно реально и адекватно, сколько вот я едем, я не знаю, я в Санкт-Петербург, получается, езжу каждый год, вот я уже съездил в этом году, прекрасная дорога, да, может быть где-то заправочка подороже, еще что-то, но мне, честно говоря, до заправки в Твери, хватило спокойно до заправки под Санкт-Петербургом, и обратно, когда я ехал, мне спокойно хватило, спокойно, при спокойной езде, на круизе, допустимо там 140-150 км в час, спокойно хватило до той же самой Твери, и там заправится то же самое Газпромнефть, и не реклама, если что. Сейчас мы прилетаемся, ух ты, это было очень страшно сейчас, а я что-то, кстати, не видел этого, когда монтаж делал, справа заброшена деревенька, 2-3 дома тут, в том году, на самом деле, в этом месте, только начиналось строительство дороги, а до этого было только, ну, выкорчевывание пней, и он уже, видите, вовсю укладывают здесь асфальт, и причем видно вдаль, что асфальт лежит на достаточно большом протяжении, но с птицей, это было сейчас, я понимаю, что тут ускорено в 3 раза, но птице я явно не понравился, кстати, если мне смотрят дроноводы, я вам еще раз повторю, что оно вообще июнь уже заканчивается, на самом деле, но, короче, май и июнь месяц, это там какой-то период гнездования, и птицы себя ведут неадекватно, на самом деле, вот подлобнивание в свое время, 2 года назад точнее, или год назад, год назад, у меня как раз напало на дрон птица, когда я пытался тупики, МСДшные снять, или 2 года назад, это было, после чего я для себя, табу вообще, в эту лобню летать, но в итоге, все равно приходится снимать, северный обход, который я там поснимал, буквально сегодня, 24 число, как раз сижу, да, 2 часа ночи, я сижу, озвучиваю, монтирую ролик, надеюсь, что он зарендерится, за эту ночь, я оставлю компьютер включенный, чтобы можно было в понедельник, вас уже, ну, воскресенье, вряд ли, ну, или воскресенье, чтобы тоже ролик, вас радовал, там, в том числе, на дзене, для дзена, я сделаю рендеринг, специально по 1080p, и попытаюсь уложить его, в эти чертовы, 10 гигабайт, но, соответственно, качество потеряется, но, вот, дальше сейчас я смотрю на таймлайн, у меня он показывает, что ролик час, ну, полтора часа, там, час 33 минуты, вот, еще доп. материал, там, не знаю, музыку, может, наложу, может быть, оставлю звук оригинальный, дальше движемся с вами, видно, что где-то временами, то у нас есть покрытие, твердое, то нету, то у нас есть, да, асфальтовое покрытие, то тоже нету, различную, здесь вот такая вот, вправо, такая, ну, да, как бы, загогулина была, скорее всего, здесь будет вот остановка, потому что на скоростной трассе останавливаться запрещено, и, соответственно, каждые 20 километров, как нацкаде, собственно, должны быть пункты отдыха, что если вдруг машина сломала, чтобы хотя бы, там, другая машина могла ее набуксировать, либо, как минимум, чтобы мог подъехать аварийный комиссар, если машина может все-таки двигаться, набуксировал ее до этой площадки, если нету, соответственно, он должен огородить, сообщить, и на электронных таблох должно быть, напишет, там, через 6 километров, например, там, машина стоит на обочине, там, через 2 километра, то есть, вот эти электронные табло, именно так и должны работать, соответственно, здесь тоже будут, конечно же, аваркомы ездить на своих автомобилях, ну, и напомню вам также, что данная трасса будет, без барьерной системы оплаты, то есть, так же, как и цкад, вот, кстати, типичный пример, зверопрохода, дробь проезд для лесхоз, сельхозтехники, вот такая вот замечательная конструкция, просто спрашивали в свое время, где, вот, пожалуйста, по поводу того, что экодуков нет, здесь нет таких животных, нет, я не буду лезть в эко, не важно, ну, типа, вроде как, здесь таких животных нет, которые не могут перейти, вот, по той штуке, чтобы строить здесь эко-дук, впереди еще одно искусственное сооружение, которым тоже могут пользоваться, в том числе и животные, это вот как раз местная дорожка, такая грунтовая, которая соединяет тут две деревушки, я уж по названию сейчас не скажу, но тем не менее, опять же, видно, что путепровод активно производится, замоноличивание уже установленных балок, железобетонных, почему железобетонные балки, потому что это дешевле всего, на самом деле, железобетон, он дешевле, потому что частично монолитный, сборно монолитный, он получается такой, конструктив, поэтому вот здесь укатывают асфальт новый, я так понимаю, пока еще первый слой, судя по щебню с левой стороны, а дальше у нас тут, видите, еще что-то, основание дороги не готово, наверное, да, линии электропередач закапывали под землю, кстати, обратите внимание, не высоко поднимают, а очень часто закапывают под землю, и, наверное, какой-нибудь газопровод, также тут домишки, вот дорога еще одна, местная, вот ее сделают с изгибом, вот видите, справа уже прорубили, то есть здесь будет двойной мост, через вот меньшинный ручеек, и вот для дороги, то есть она немножко поменяет свой ход, дальше у нас опять уже готовый асфальт, слева у нас пруды, на которых раньше был репхоз, мне что-то там очень много, и часто в комментариях писали, что он типа работает, я работал, и все было прекрасно, ну, надеемся, что, что так вот на самом деле, перспективы смотришь, и, конечно, крутые места, и, блин, да, еще, трешка снимает поинтереснее, и теперь, не так сильно замылен задний фон, что очень прям круто, вот, еще одна как раз дорога, местного значения, через нее тоже почти готов, и, кстати, почти замоналичен путепровод, осталось немного, и вот тут тоже очередной зверопроход, и проезд для сихо-хост техники, прям очень рядом с этим, с самого буковка H, я так понимаю, что там садился вертолет, ха-ха, прикольно, для местных, потому что тот асфальт, асфальтовый завод, справа, который там был, естественно, его разберут, его там не будет, вот здесь у нас, тоже переставляли линии электропередачи, высоковольтных, видно, что поменялись опоры, на более современные, и дальше, мы с вами приближаемся, к, окончанию первого этапа, кстати, справа, вдалеке, правее, белое здание, это, по-моему, завод Феррера, и, вот, есть там просматриваться, где-то машинки быстро ездят, это у нас уже, трасса М7, мы уже к ним максимально, приближаемся, вот здесь у нас видно, что асфальт, очень много где готов, я прошу прощения, тут в какой-то момент ветер стал дуть достаточно сильно, учитывая, что это ускорено в три раза, естественно, каждое дергание камеры, оно очень сильно сказывается, да, вот справе виднеется трасса М7, но мы еще пока к ней, подойти не можем, и вот, кстати, тут, да, знакомый нам уже белый автомобиль, и прикол в том, что нас прикол ждет впереди, прикол такого характера, что, моста временного здесь нет, его демонтировали буквально недавно, этот мост соединял как раз первый этап и второй, а его нет, мы приехали, а его нету, вот, нету его, вот видите, вот слева внизу, то, что было в том году, и он был временный мост, но да, не было моста основного, но по основному мосту, еще особо не подъезжу, потому что песок хоть и укатанный, но, знаете, по такому бетону свежим ехать, и видно, что еще, ну, деформационных швов нет куда, зато, вот, путепровод готов практически полностью под дорогу местного значения, здесь у нас граница этапов, дальше у нас начинается второй этап, и вот, обратите внимание, здесь где асфальт, уложен, видно слева, налево, направо, такие ответвления, это как раз еще одна зона, большая МФЗ, для отдыха, и, собственно, заправочный комплекс, и он все должно быть, то есть, видно, специально задел такой оставлен, и, кстати, уже, если присмотреться, уже стоят мачты, освещение, да, как раз таки по бокам, опять же, мы ускоряемся с вами, что не может не радовать, но, это самый короткий этап, я думаю, что его запустят все-таки не отсюда, а, наверное, только от развязки с трассы М7, потому что смысл его отсюда запускать, чтобы на эту местную дорогу уехать, она даже без твердого покрытия, ну, как мне там, с твердым покрытием, но не с асфальтобетонным, поэтому справа, как и от машины едем, пылище поднимает, и он в лесу там что-то жгут, кстати, в этом месте, как раз возвращал дрон, после вот этого полета, там будет дальше склейка, на дорогу, которая пойдет на Кольчугин, и дальше на Александров, и верхние дворики, у меня он обратно летел, последние 200 метров он летел на нуля, и в итоге упал, я надеюсь, что я смогу из Телеграма вытащить этот ролик, и добавить его в доп. материалы, либо он останется так же, так эксклюзивом для Телеграма, посмотрим, может быть удастся все-таки ставить, все-таки тоже какой-то доп. материал, я даже не успел сообразить, потому что схватить нестабильный дрон на руку, чтобы предотвратить падение, но можно себе очень сильно руки поранить, поэтому пришлось позволить ему упасть. Кстати, видно, что трактор разбирается, обратите внимание, справа технологички нет, все, нету ее, здесь уложен асфальт, мы резко переключились, и вот видите, какой длинный такой обход сделали, да, это как раз дорога, которая уходит на Кольчугино, и далее, ну в том числе там в город Александров, и вот на самом деле мы с Андрюхиной дачи, когда ехали, стартовали там в сторону Екатеринбурга, мы как раз по этой дороге ехали, но тоже видно, что путепровод в принципе готов, вот справа как будто технологичка, как будто и какая-то основная дорога идет, непонятно, как будто не собираются ее разбирать, вот, я думаю, что в ближайшем будущем, то есть да, даже подходы уже готовы, что движение вернут обратно на него, я думаю, что по нему можно запросто запустить движение, а вот как выглядело это место, ровно год назад, на закате, июнь месяц, середина как раз где-то примерно так же, технологический мост еще только собирают, а тут уже он в монолитии, через реку Колокша, уже готов мост, прикиньте, какая вот, какая мега все-таки стройка, также здесь специально для местных делается отдельная дорога, вот на самом деле она вдалеке сейчас виднеется, там справа, прямо у них будет отдельный такой подъезд, это учитывает проектом, потому что сама трасса М-12, к сожалению, разорвет соединение такое, поэтому приходится строить местную дорогу, он заново, то есть там целую такую петлю, то есть раньше было здесь такой проезд, сквозной, а теперь вот он будет осуществляться вот отсюда, вот с такой вот насыпь, вот он там поднимается и уходит на потепровод, специально так сделано, да, но вот здесь видно, что твердого покрытия пока нету, но это такой небольшой участок, на самом деле, учитывая то, что мост через реку Колокша готов, соответственно, населенный Колокша у нас, по-моему, как раз справа находится, или слева, не, я даже в это лезть не буду, пускай местные все знают, я ничего не знаю, так что, но река точно Колокша, поэтому это уже стопроцентная информация, вот, да, вот эта вот дорога, она как странно, дорога, она прямо здесь и заканчивается, что ли, но вот я точно помню, что вдалеке там тот потепровод, что он сделан специально, это, ааа, это, блин, защитное сооружение, что ли, что если будет паводок, то, чтобы не размывало, потому что дорога идет ниже, чем, мм, очень интересно, если кто-то знает, что вот это вот за штука справа, то есть вроде как будто дорога, потому что видно, что отсыпку ведут поверх какой-то вот ткани, что-то типа геотекстиля, но на дорогу не похоже, или это, получается, демонтируют, что ли, да не могут демонтировать, она бы не была вот с таким белым наплывом, технологическую дорогу не похоже, потому что для местных, вон, путепровод там вдалеке, видно, что он есть, да и технологическую не видно вообще, вот если посмотреть на то, что слева внизу происходит, нету ничего такого, странно очень, я прямо, честно говоря, прямо в каких-то догадках, ну да не важно, мы продолжаем движение с вами дальше, приближаемся к развязке, с трассой М7, перед городом Владимир, тут у нас вот путепровод, который уже, можно сказать, в очень высокой степени готовности, да, как раз именно его строили, и часть дороги, чтобы не разорвать соединения между двумя вот этими, прекрасно населенными пунктами, вот справа, по-моему, как раз это Колокша, а слева это какой-то другой населенный пункт, либо я их, может быть, путаю наоборот, слева Колокша, а справа какой-то другой населенный пункт, и здесь вот этот раз, путепровод, и вот там вдалеке уже виднеется еще один путепровод, который уже ближе к основному строительному городку, относящемуся к строительству второго этапа, вот, кстати, слева тоже такая же штука, как будто вот, как дамба, и нескольких слоев, и вот с такими прям специальными штуками, слушайте, да, это поход делозащитная дамба, чтобы трассу не заливало, что ли, или ветром не задувало, что ли, никак понять не могу, блин, прикольно, но только с этой стороны, с противоположным же такого нет, и опять, видите, мачты, освещения пошли, по-моему, уже разделительный барьер виднеется, и я так понимаю, что, нет, асфальт еще нет, а технологишку слева потихонечку разбирают, одну чуть-чуть оставили, узенькую, но основную часть уже разбирают, и вот отсюда, на самом деле, уже хорошая, хорошая перспектива, на саму развязку, то есть, уже видно ее вдалеке, и прекрасный дождь, и радуга, а мы как раз летим туда, прекрасно, но что может быть еще лучше, как дождь, который не обещали, не, на самом деле, обещали там, по-моему, после 4 вечера дождь, а время как раз, по-моему, где-то в районе 7 часов вечера уже, а я, собственно, здесь и продолжу лететь, только по той причине, то, что солнце получается в спину, и, в принципе, кадры получаются, ну, не самые плохие, а вот если снимать обход Твери, который я еще пока не снял, его наоборот, его под закат лучше не снимать, лучше снимать либо рано утром, либо после обеда уже, либо если после обеда снимать, то надо начать снимать его наоборот, то есть, от Санкт-Петербурга в сторону Москвы, иначе картинка будет прям, фу-фу-фу, вот еще один путепровод, высокая степень готовности, соответственно, впереди дорогу разберут, а где-то правее находится, кстати, второй городок, нас там, по-моему, даже кормили в феврале, мы останавливались, нас там кормили обедом, вкусным, ну, простоватый он, конечно, без изысков, но рабочих, точнее, не рабочих, а строителей, кормят достаточно вкусно, нам понравилось, знак качества, все, можно дать, вот она у нас, развязка с трассой М7, тут у нас есть и тоннельчик, небольшой, и различные петли, единственное, что, опять же, если собираются этот этап запускать, я не совсем понимаю, то есть, если съезд, скажем так, от Мурома, на М7, я еще понимаю, как раз должны заасфальтировать, а вот съезд на основной ходе, в сторону Москвы, я не понимаю, зачем, ну, ладно, им, наверное, так удобнее было, заасфальтировали, заасфальтировали, ладно, вот, но, кстати, знаете, я тут уже вижу один прикол, вот вы едете, короче, в Нижний Новгород, например, ну, или в тот же самый Муром, окей, и вам нужно попасть, типа, вы же знаете, что здесь правый поворот, и можно легко спутать, и уехать, вот на первый правый поворот, кстати, вот здесь, можно уехать направо, перепутав, съезд, ну, понять, где там будет написано, перепутав, вот этот правый поворот, который после путепровода, ты логически, логически подумаешь, что раньше был поворот перед путепроводом, и будешь путать, но если не часто ездишь, что вот надо, вот, путепровод здесь, поворот направо, и уходишь, и все, и уезжаешь на платный обход, прикольно, да, конечно, недорого, но уезжаешь, например, если нужно Нижний Новгород, совсем не в ту сторону, потому, что уезжаешь, в итоге, в сторону дороги, ну, там розыск будет с дорогой, которая идет от трассы на Муром, и в сторону Гусь-Хрустального, то есть, оттуда потом вернуться опять на Южный обход, достаточно проблематично, но, надо, чтобы здесь щиты, прям плакаты здорово висели, потому, что реально можно перепутать, а съездов там больше никаких не будет, это не есть хорошо, на самом деле. Вот такая вот мудренность развязка, вот здесь вот есть тоннельчик, и мы с вами, на самом деле, продолжаем движение дальше, осталось, на самом деле, не так много, у нас будет еще несколько ускорений, потому, что я не вижу смысла, этот этап, вот именно от этого места, должны запустить в этом году, и сейчас дальше, мы с вами посмотрим, что действительно там готовность, очень и очень высокая, и это не может не радовать, даже, видите, откосы уже выполнены, засели гидропоникой, если я все правильно понял, либо вот какими-то вот этими, то есть, полили этой штукой, склонной, и она уже зеленеть начала, блин, прикольно, что-то забыл, да, из архива достать, ну, потому что из архива, я очень давно снимал здесь, зимой я здесь не снимал, поэтому, не решился, а в том году, как бы, ну, ничего страшного, на самом деле, скорее всего, второй этап мы будем снимать заново, потому что до конца я его не снял, я только до улыбышево добрался, и, это косяк, кстати, еще один косяк, вот слева едет, велка, и, блин, она тащит электричку, тащит электричку, скорее всего, перемену, только на капремонт, я чуть-чуть не дождался его, а увидел это уже потом, когда переезжал через мост, естественно, мы же ехали на машине слева, да, и, вот, ехали по обходу, как раз, по южному обходу города Владимир, поэтому не мог, вот, как раз мы здесь ускорились, с вами в три раза, ну, и, что можно сказать, да, высокая степень готовность, тут, в принципе, подходы к путепроводу сделать, путепровод оформить, дальше домоналитить, сделать подходы, и все классно, здесь вот уже асфальт и бетон присутствуют, мачта освещения присутствует, осталось сделать только разделители барьерные, барьер разделительный, для потоков встречных, и, в принципе, блин, самая неготовая часть была, как раз, от Улыбышева и до трассы, вот, на, госкрустальный, интересно, как в этом году, но, я говорю, опять же, мы с вами не долетим, это, вот эта часть, она идет, знаете, как бонус, ну, конечно же, там впереди дождь, радуга, вертолетик немножко шатает, не из-за ускорения, а из-за того, что, конечно, идет фронт, и он, естественно, немножко поддувает, то есть, раскачивает немножко в разные стороны, логично, потому что ветерок поддувает, не, вот, как раз видно, как дождь прошел, да, вот, видно, что асфальт мокрый, особенно свежий асфальт, вот, она так вот, наискось прошла тучка, вот, с того момента, как мы первый раз заметили, с радуга, да, вот, справа, и вот она вот здесь, как раз прошла, кстати, пока ехали, тут еще капало, но, уже не так активно, то есть, видно, что сварь, прям, блестит, блестит, но, опять же, да, уже он зеленые откосы, опять же, практически везде мачты освещения стоят, то есть, никакого удивления, да, наверное, ребята серьезно настроены, дублер этот открыть, хотя, честно, вот, честно, мне бы очень хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы хотя бы открыли участок от М7, и вот до этой развязки, вот, именно та, которая через леса идет, по которой мы, собственно, с вами путешествуем, ладно, обход покрова, покрова, там, фиг с ним, но, вот, помимо этой части, еще ту часть, ну, очень нужна, вот, тоже, видите, прокол, уже тоже, в гидроизоляции, в принципе, высокая степень, готовности, ну, опять же, асфальт лежит, то есть, прям, да, обход, города Владимир, прям, хорош, но, забегу вперед, моста, через склязь, мы еще пока нет, но думаю, что это не очень долго, металлоконструкции, там, все уже завезли, они там, в достаточном запасе, естественно, у нас везде, стали привозят, откуда курган, сталь, у нас, и, хорды строят им, и, соответственно, другие мостовые сооружения, ну, и, конечно же, если нужен длинный пролет, для чего используется металл, для того, чтобы можно было, более длинные пролеты делать, соответственно, чтобы не портить саму реку, да, то проще было только по две опоры в русле сделать, ну, да, вот такая склеечка, немножко тут, результат с батарейкой, опять же, видите, чуть-чуть таскает его, подздувает, вот только здесь заканчивается асфальт, а, в принципе, тут осталось немного, и, если мы вспомним с вами ролики, про строительство северо-восточных городов в районе особо охраняемой территории Лосиный остров, асфальт там уложили все три слоя буквально за две недели, и все там было готово, поэтому здесь это, в принципе, не проблема, тут, вот видите, основание с геотекстилем делают, в высокой степени готовности путепровод, через местную дорогу, и, вот, однопутку дизельную, тоже, в принципе, здесь работа, где-то, но месяца на два, опять же, запуск в этом году, ну, вот, вспомните, как, когда АЦКа-3 открывали, АЦКа-3 открывали в ноябре, 3-го, по-моему, ноября 2021 года, ой, что говорю, 20-го года, вот, здесь тоже у нас, дренажи, лос, вот справа, как раз, клязьма, еще одни лосы, потому что, все-таки, да, видите, серьезно, к этому подошли, и вот он, сам мост через реку, клязьма, уже не помню, какую по счету, вот, видно, что настафили, собрали, часть, и потихонечку, уже начали надвигать, обе опоры, готовы, в принципе, тоже, я думаю, что, к сентябрю, запросто, могут мост сделать, ну, просто, первый мост через клязьму, который построили, да, ведь, очень быстро, его забабахали, остальное, тело трассы, обратите внимание, оно все готово, блин, я все поражаюсь, что, и даже, вот, для местной дороги, видите, путь права, уже даже в монолите готов, о как, хотя, мы все считали, что это самоотстающий участок, вот, мы в том году обсуждали с вами, что это самоотстающий участок был, за него взялись, позднее всего, даже позднее, чем за третий этап, вот, тот самый карьер слева, где обычно все купались, говорят, что, типа, сейчас изобилие, хотя, ну, никто не купает, ну, еще холодно, наверное, вот, про эту часть карьера, нет, машинки, он есть, переживали, что, прям, все плохо будет, в какой высокой степени готовности, выглядите, все, даже асфальт уложен, вот, наверное, какой, вот, местный путепровод, первый запустит, вот, здесь, скорее всего, потому, что, вот, вот, ну, смотрите, все, запускай и поехали, склад инертных материалов, здесь, как раз, территория местного, кладбища, которое, там, другую территорию им дали, из-за того, что, край, новых территорий, пришлось, оттяпать, вот, и здесь дорога делает поворот налево, чтобы подальше на целевых пунктов пройти, и дальше пойдет немножко в гору, сильно далеко у меня улететь не получится, потому что, все-таки дальность сигнала не бесконечна, здесь я улетел, опять же, достаточно далеко, слева вот этот затопленный карьер, это тоже здесь песок добывали для строительства, в том числе, этой трассы, я вот вспоминаю, когда мы год назад здесь ездили с Андрюхой, не то, что асфальта здесь никакого не было, и мачт освещения, а тут даже дорога не пахла, то есть, вот чуть-чуть какой-то кусочек, технологичка, и дальше просто был поваленный лес, не развезенный еще, и все, больше ничего, а тут он даже вдалеке, по-моему, путепровод просматривается, для местных, ну, соединений местной дороги какой-то, просто, конечно, обалдеть, все-таки второй этап, либо я продолжу снимать, либо, наверное, пересниму его еще раз, когда окажемся с Акази в городе Владимирович, не знаю, Серега, это будет не Серегой, но я его еще раз пересниму, сейчас это у нас все-таки в виде бонусной части, такой, да, если есть какие-то вопросы по дальности полета, Mavic 3, да, не везде можно проехать на машине, иногда я дрон запускал где-то издалека, это все вопросы к Максиму, товарищу DJI911, если интересно, оставлю ссылки в описании, посмотрите, сами почитайте, но, да, я использую буст, Neo Booster, именно его, и они очень сильно помогли, потому что, на самом деле, была такая ситуация, что хотелось убросить, и купить опять Mavic 2, но нет, видите, третий тоже справляется, картинка гораздо интереснее, как раз здесь, вот, кстати, река Глязьма, и на дальнем плане город Владимир, спасибо большое, Александру Сфайрату, за то, что предоставил экшн-камеру, и весь топ материал, который здесь будет в конце, это благодаря ему, Сереге, спасибо за автомобиль, который немножко мы поломали, там сломалось у нас трапеция, и сломалась защита Картера, были такие вот нюансы, но и вам телезрители, за то, что вы посмотрели, поставите лайк, напишите комментарий, любой, чтобы хоть как-то можно было продвинуть, в том числе на ютубе, если вы смотрите на Дзене, то тоже пишите комментарии, хотя бы просто с приветствием, будет очень приятно, на самом деле, также подписывайтесь, помимо Дзена, на телеграм-канал, телеграм-чат, всегда можно задать какие-то вопросы, и если вам будет интересно, там, не знаю, оповещение отключите, будете просто иногда заглядывать, посматривать, потому что очень часто я в телеграм-чат закидываю прям совсем эксклюзивные вещи, с вами был Кошмариус, оставляю вас доп. материалами, всего самого доброго, здоровья, счастья, хорошего настроения, летнего, наконец-то, лета, и до новых встреч, новых видео, следующее большое видео у нас будет про юго-восточную хорду, пока-пока, насколько-то, так же. уже начиналось все лучше просто не слышу что-то скреб 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 я тоже как-то что-то подзабыл я не понимаю что у меня скреб 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 все время звуки задает ладно поехали дальше на равный люк спас немножко не здесь немножко по асфальтированной дороге нет пересечены не здесь не конкретно здесь но по форуму же виднеется это правда ну и чтобы это в тропинку не превратилось с которой нам надо как-то соскальзывает чуть чуть у нас с левой стороны и а а а да Продолжение следует... 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 Продолжение следует...